Привет, привет, друзья! Вы на канале Белый Ёжик, с вами Дмитрий, и мы вновь с Джеком Келли выходим на улицу Нью-Йорка, чтобы вершить правосудие в игрушке Биткоп. Продолжить. Участок 69, 86, день 20, когда закончится моя эта ссылка. У меня есть кассета, у меня есть кассета с записью фильма. Воняет, как в корабельном сортире. Черт, Шупанский, блядь, ты что, рыбу жрешь? А мне не даешь? Во время брифинга? Серьезно? Простите, я почти так, я все. Так, ну, шеф, мы работаем, просто с ног сбиваемся. Ну, некогда даже поесть. Ну, хотя бы на брифинге немножко. Ладно, насчет вчерашнего. Как дела с такси? С такси все нормально. Отлично, босс, всего восемь штук. Теперь такси у нас плохо работает, потому что все таксисты арестованы. Сядь, Краус, я знаю, сколько лично ты обыскал. Что насчет тебя, Келли? Обыскал все три машины, молочина, я, наверное. Отличная работа, Келли, отлично работа, идем дальше. Норма по штрафам выполнена, хорошо. Так что, блядь, записывай, опять. Опять. Он недоволен. Одно задание, одно. Двенадцать любых штрафов. Побегаешь у меня? Побегаю, конечно, побегаю. И чтобы глаз не спускал с улиц. Хватит болтать и давайте за работу. Ну, как без болтовника, как же мы можем без болтовни? Эй, Келли, что такое? Не одолжишь мне пару сотен баксов? Нет? Не одолжу. У меня я почти на мели. Опять? Завали варежку, Макнап. А что случилось? Мой бывший припозднился с элементами. Двести баксов? Всего лишь двести баксов? Я шестьсот плачу. Опять? Да заткнись ты уже, Макнап. У меня все еще остался номер того мексиканца. Это тот, который людей цепью бьет, да? Будем отжимать? Ну, только в том случае, если Келли придется тебе опять одолживать денег. Когда-нибудь видели, когда ваши предки занимаются сексом? Боже, нет. Ну, один раз пришлось. А ты? Да, на днях. И как? Как будто меня поимели. И сомневаюсь, что когда-нибудь смогу снова трахаться. У вас всех такая же фигня с квартирой? Высокая аренда? Шум? Гам? Теснота? Бандюганы? Соседи? Тараканы? Хе-хе-хе. Жена? Бывшая, может быть? Нет. Вот смотришь из окна. Оно еще такое грязное, да? Окно это. И видишь квартиру соседа. И до нее подать рукой. И ты вдруг понимаешь, что он живет лучше тебя. Да, да. Каждый день такое. Каждый день. Ну что, надо что-то... Пора менять, да? Пора менять. И хорош, и плох Забивает сосуды Десять букв. И хорош, и плох Забивает сосуды? А, холестерин, шеп. Холестерин. Спасибо, Келли. Не уверен, что все мы хотим одного и того же. О чем это вы, сэр? Работать. Каждый день я отправляю вас разгонять всякую шушеру. Да, сэр? Рейдинг преступности взлетел до небес. Да, сэр? Я что, непонятно объясняю? Да, сэр? А может, это вы просто идиоты? Нет, сэр. И чем же вы сейчас занимаетесь? Проваливайте отсюда, пристрелите там шпану. Свободны. Свободны. Быстренько. Сегодня ты себе жопу порвешь, но выпишешь 12 любых штрафов. Она уже давно порвана. Да, да, да. И поговори с Адамски. Чего? Он звонил в диспетчерскую прошлой ночью. Ага, да. Конечно, до свидания. Что случилось у Адамски? Блокнот обновлен. 421 на месте. Забывай. Хорошего дня. Отлично. Работа началась. Что там случилось с Адамски? Парковка. Выписал номер значка. Келли. Ага. Ага. Так. Подожди. Эвакуатор. Это диспетчер. Вызов секс-шоп. Какое-то извращение срушает порядок. Это точно единиц клиентов? Ага. Живо туда. Уже иду. Уже иду. Благо он рядом. Офицер Келли. Как раз вовремя. Дик. Что ты тут делаешь? Он зашел в фильм посмотреть. Мне надо размяться. В смысле размяться? Немного подтормаживаешь офицер. Съемочная группа уже в пути. Так вы тут разминаетесь немножко, да? Тогда что меня ебать в ровне? Я думал, ты шутишь насчет этого своего фильма. Что здесь улет происходит? Никаких шуток, офицер. Это будет порнофильм десятилетия. О да, я уже вижу газетные заголовки. Большой Дик вернулся и стал еще больше. Разве что его брюхо. Мы уже почти готовы начинать. Актриса и съемочная группа уже в пути, между прочим. А я здесь что тогда делаю? Зачем бы вы меня вызвали? Может, это что, какая-то подстава? А, он... Господи, скажи ты ему уже, чтобы он перестал. Дик, можешь поразминаться в служебном помещении, а? Конечно, конечно, босс, конечно. Нам на пару часов нужна мастерская Матиаса. А, да? Вот такой вот антуражик создать, да? Разве он сегодня не работает? Работает, поэтому... Нам и нужна твоя помощь. Понимаешь? Но ничего не выйдет. Как я должен... Ну, сверкни значком, соври, придумай что-нибудь. А зачем? Мы будем на месте после десяти тридцати, актриса уже едет из аэропорта, понимаешь? Ты бы хоть спросил, смогу ли я тебе помочь? Разве мы уже не договорились? Ты обещал помочь. Вот тебе крошка, прямо в глаз. Господи. Дик, еб твою мать. Хорош стонать. Или я быстро найду, кем тебя заменить. И так, всем все ясно. Ну, посмотрим, ладно. Подготовить мастерскую Матиаса к съемкам до десяти тридцати. Подожди, мне нужно к Адамске заскочить. Здравствуйте, мистер Адамский. Мне поступил вызов. Я должен был что-то предпринять. Что случилось? Что такое? Ой-ой-ой, я вчера увидел араба на улице. Этот баран видит меня и сразу идет ко мне. Начал про Холокост втирать, обзываться. Я так испугался, что он насрал просто в штаны. И что? Давайте без подробностей, мистер Адамский, конечно же. Но... Это был араб? Вы слышали о вчерашних нападениях? Вот почему сразу вам позвонил. Я пригляжу за вашим заведением. Спасибо, офицер. Я на это рассчитывал. Так, 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 так. Эй, малой. Вытащи-ка своего дядю из мастерской. А денег дашь? Ну и молодец пошла. Слушай, ну зачем я бы все это ввязался? Еще и денег лишат, а? Сбегай, сбегай за Матиссу. Иначе расскажу твоей маме, что ты глазел на эти постеры. Понял меня, понял, молодец. Вы что-то хотели, офицер? К сожалению, да. Я уже говорил, я больше не буду бесплатно чинить полицейские тачки. Я к тебе по этому вопросу никогда не обращался, и сейчас у меня совсем другая тема. Матьяс, это дело куда серьезнее, понимаешь? Да, куда серьезнее. Давно у вас эта мастерская? Ну, лет шесть, а что? Восемь лет назад здесь было совершено серьезное преступление. Охренеть. В моей мастерской? Что произошло? Два упыря. Сексуальный маньяк. И престарелый порно-актер. Занимали сюда... Заманили сюда девушку. Вот ублюдки. Вы взяли? Да. Ну, нам надо провести следственный эксперимент. Вот это ты придумал. Я бы такое даже и не восстановить всю картину, просто. Свидетели нужны, пока вы эти... Нам нужно будет занять вашу мастерскую до конца дня, понимаешь? Следственный эксперимент, так сказать. Понятые там или что там. До конца дня? Ну, ничего не выйдет у меня сегодня, что что, важные клиенты. Могу впустить вас, ну, только на пару часов. Этого должно хватить, а? Может быть, хватит там? Как-нибудь ускориться? Да. Ну, думаю, уложимся. Наши люди уже в пути. Они настоящие профессионалы. Да. Только постарайтесь не поднимать лишнего шума. Ну, не знаю, не знаю. Может быть, придется что-нибудь включить. Какой-нибудь сверлильный станок, чтобы вы не слышали. Я бы не хотел, чтобы кто-то об этом узнал, понимаете? Не волнуйтесь. Эти парни профессионалы. У нас будет тише, чем в морге. Ловлю на слове, ловлю. Когда все это кончится? Когда это все кончится? Ограбление в бутике. Направляй сюда. Вор в CD-шапке. Вор в CD-шапке. Лови вора. Дайдем шапкой. Горит. Синяя. Синим пламенем. Подожди. Вор, стой, остановись. Пришлите машину. Машина уже в пути. Так, мне нужно с мафией что-то наладить отношения. Мне нужно вообще, наверное, много чего мне нужно. И у меня 12 штрафов. 12 штрафов. 12. 12. Полиция, банда. Выписать штраф. Выписать. Выписать штраф за шины. Выписал номер значка Келли. Выписать штраф шины. Выписал номер значка Келли. Так, как насчет чашечки, как насчет чашечки. День добрый, офицер Келли. Нам надо поговорить. Да неужели? Не здесь. Давайте в луи. Ну ладно, зайду попозже. Сейчас я настаиваю. Я занят. Прошу вас. Это срочно. Ну раз так, пошли. У всех срочно, а у меня нет. Офицер Келли. У вас есть кое-что ценное. Да? Некая запись, понимаете ли. А, так вот к чему все это. У меня есть предложение. Ну слушаю. Бриллианты сенатора. А что с ними? Возможно, не у нас. Возможно, мы их отдадим. За кассету, да? Но мне кажется, пока у меня кассета, я жив. Мне? Да, при обмене. За кассету? А мы быстро всмекнули. Сразу видно детектив. Зачем вам запись? Пригодится. Ты же знаешь, я любитель бунга-бунга. А бриллианты решат твои проблемы. Разве не так? О, да. Я уже целую вечность их ищу. Слушайте, а может быть действительно так лучше? Я просто думал, может быть кассета важнее, а может быть брилли... Если принесешь кассету завтра, бриллианты будут тебя ждать. И сенатор уже не отмажется. Такова политика. И я так не могу. Как есть. Ладно, я подумаю. Слушай, ну мне действительно нужно подумать об этом. Подумай, подумай, хорошенько. До свидания. Хорошо, что завтра. Хорошо, что завтра, потому что мне действительно нужно все обдумать. Как бы мне поступить? Как мне поступить? Как лучше поступить? Как лучше поступить? Шины. Меня заказал... Могу отдать кассету мафии во вмен на бриллианты. Доказательство моей невиновности. Ну, в принципе, может быть это что-то и... Фроги и Дик будут ждать в мастерской в 10.30. Эй, Келли! Ну, если это не Обломский. Надо поговорить. Ну, что? Не здесь. Давай, Урика. Сейчас? Да, это важно. Ты, наверное, уже знаешь, о чем будет разговор. Ну, брось. Ну, подожди. В 10.30 у меня встреча. Ну, куда вы потопали? В 10.35. Ну, хотя бы время остановили. Ну, здравствуй, Джек. Так, Рита, что ты здесь делаешь? Я тут с другом. Яблонский. Он? Да, мы знакомы с Ритой. А как же Дина, а она тут при чем? Я встречаюсь с твоей бывшей. Блять. Это ты о ком? Вот как Дина обо всем узнала. Да. Я знаю и про пленку тоже. А кто тебе сказал? Какая разница, я же детектив. Не забыл? Ладно, пленка правда у меня. И я собираюсь воспользоваться ее с умом. Позволь мне сделать тебе предложение. Я знаю, что с ней сделать. Да неужели? Мы уже давно копаем под сенатора. Это будет просто вишенка на торте. Мы положим конец его политической карьере. А мне какой от этого прок? Я думал, ты за справедливость? Ты всегда был честным копом? Даже не знаю. Может мне мало просранной карьеры. Хочется чего-то более изыскованного. Пули 45-го калибра, например. Черт, улицы и правда оставили на тебе след. Эта кассета поможет мне выбраться с улиц. Если я использую ее как надо. Я уверен. Просто подумай над моим предложением. Или над моим. Я не шутила. Мне нравится твой норов. Меня заводят такие парни. Я уже не подросток. Так и я тоже. Поэтому я не буду ходить вокруг да около. Если мы дадим этому ход, некоторые особо шустрые прокуроры выдвинут с десяток обвинений. Ему не удастся отмазаться. Обещаю. И я. Буду ждать завтра здесь же. Подумай как следует. Дина бы этого хотела. Блядь, не впутывай ее в это. Она умная девчонка, сам знаешь. Ладно, дай мне все взвесить до завтра. Пока, Джек, утро и вечером береги себя. Итак, могу отдать кассету мафии. Могу отдать кассету Яблонски. Тут устроят публичное разоблачение сенаторов в прессе. Ну, как-то я не знаю. Яблонски. Можно ли ему доверять? Вот прям вот так. Ладно. Подождем до завтра. Подождем до завтра. Но все-таки с мафией связываться. Мне нужно... Что я отдам бриллианты? И он дальше будет приспокойненько работать, этот сенатор. Да? Мне даже нужно как-то все... Сделать и оторвать его, наверное, от власти. Да не надо прервать проверку. Фара разбита. И так видно. Выписать штраф. Фара выписал. Где-то по... Это самое. У меня же кино. 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 Так вот. Все в порядке? Да, но у нас не очень много времени. Пора начинать. Сначала освободи парковочное место. Ты что, прямо перед мастерской, что ли, будешь начинать? Да, у них там полно тяжелого оборудования. Надо встать поближе. Черт, еще себе. Освободить парковочное место. Ну, блин, но я же не могу освободить. У него нарушений никаких нет. Ладно. Выписать штраф за парковку. Лоберс дачка. Келли. Штраф. Эвакуатор. Ну, а ничего страшного. Один прям. Ну, ошибка вышла. Скорее. Скорее отгоняй. А то парни уже пулают. Ну. Чего еще? Чего еще освободить вам? Так, так. А вот и наш золотой локомотив секса. Ах, вот она, звезда, приехала. Ну, прям хочется посмотреть. Да чего себе. Так, они уже здесь. Стой здесь и смотри за входом. Только давайте поаккуратнее, ребят. Если кто об этом прознает, я окажусь на нарок. И у вас всего лишь два часа. Вот поэтому ты должен смотреть в оба и никого не пускать. Блядик уже кончил. Надо бежать. Беги, беги, беги. Черт. Куда я ввязался? Никого не пускать. Вот этих звуков у меня все зашевелилось. Это мой любимый офицер. Офицер, вам помочь? Да нет, все нормально у меня. Проходите с чем? Это просто следственный эксперимент. Там кто-то кричит, а я как раз работаю в больнице. Все в порядке. Все в порядке. У нас все под контролем. Проходите. Проходите. Народ начал собираться. Черт. Как приглушить музыку эту? Расходимся. Не толпимся. Черт. Какие они прям профессионалы. Черт. Надо же было все сделать по-тихому. Расходите. Черт. Эти звуки так заводят. Успокойся. Черт. Там какой-то мужик. Такой полицейский на вес золота. Так как даже... Когда же я не закончу, да? Похоже, кто-то прямо сейчас поднимется вверх по карьерной лестнице. Офицер. Что здесь происходит? Стандартный следственный эксперимент. Проходите. Не задерживайтесь. Но я пришел забрать мою машину. Вашей машины здесь нет, сэр? Есть. Я только что слышал гудок. И вот опять. Слышали? Я свой гудок всегда узнаю. Куда же они там вставляют его гудок, а? Да, наверное, снимают сцену с машины. Они же ничего не должны трогать. Черт. У вас кожаный салон? Ну да. А что? Тогда можете ни о чем не волноваться. Это что, шутка? Все нормально. Ваша машина станет звездой. Это когда-нибудь закончится? Присматривая за мастерской, съемка. Закон и порядок. Вот что самое главное. Черт, эти звуки. Блядь. Только не это. Что он напялил? Господи. Меня точно за это посадят. Как заеду сюда следующее? Твою мать, дик. Ты должен был вернуть эту форму. Знаю, знаю. Но всегда небольшие перемены. Это всегда приятно. И потом мне нужно кое-что сделать. Кое-что сделать? Вали назад и займись делом. Ты тут уже толпа собралась. Не волнуйся. Сейчас вернусь. Мне надо кое-что разнюхать. Какого хера? Черт. Это что, Дик Леппер? Кто? Я не понимаю, о чем речь. В смысле? Я же только что собственными глазами его видела. Это точно был он. Прошу, скажите правду. Я смотрела все фильмы с его участием. Да. Ладно. Это он. Только никому ни слова. Если ничего никому не скажете, достану вам его автограф. Понятно? Правда? Круто. Круто. Пол дела на... Пол... Пол... Пол дела... Пол дела на что? Не забывай о ежедневных поручениях. Ладно, ладно. Хватит мне уже яйца крутить. Куда летит время? Да когда же они там закончат? Какого хера он так рубашку расстегнул? Дик. Где тебе нас сила? Шевели задницы. Пора заканчивать. Похоже, Матис решил сменить карьеру. Баттиас. Офицер, можно дам тоже на эту вечеринку? Девочки, девочки, расходитесь, расходитесь. Вы охранник? Я не могу найти нужный мне адрес. Какой еще охранник? Разве здесь не проходят кастинг на шоу Кео Брайна? Что? Нет, откуда вообще такие мысли? Я выпускник медицинского и уверяю вас, так нельзя. Тот парень у вас за спиной проводит колоссальную... Эээ... Как что? Колоноскопию без спецобарваров? Вам просто показалось. Он уже пришел, этот... А вот и вы. Рад встрече. Завязывать, офицер. Вы все сделали, что хотели, а? Да, мы уже закругляемся. Сейчас следователи просто опрашивают последний раз. Стоп. Что это было? Что за стоны? Разве я не попросил сделать все тихо? Минутку. Я пойду посмотрю. Да, похоже, они перешли к ключевой сцене каникулы в Баварии. Рот у девушки забит до упора, ее ноги торчат из люка. Господи боже, бедное дитя. И вы в деталях воспроизводите все происшествия до мельчайших подробностей. Это, да, такая работа. Я уважаю ваш труд, но скоро у меня важный клиент, понимаете? Мастерскую нужно освободить. И, наверное, почистить надо будет. Не только освободить и протереть. Да, конечно, дайте нам еще полчаса. Время пошло. Время пошло. Полчаса. Черт, он не шутил. Из камеры хватит, она там возится. Иди сюда. Чувак, твой голос попал в запись. Да только мне настрать. Слушай сюда, говнюк. Собирай свое барахло и вываливай отсюда, иначе мы окажемся за решеткой. Все ясно? Конечно, босс. Еще немного, волочим ей рот и все готово. Господи, боже мой. Что это за крики? Что вы делаете с дядей Матиасом? Дядя Матиас, все с ним хорошо. Будьте спокойны. Вы его родственник? Все в порядке. Просто проводим следственный эксперимент. Эксперимент? Не то слово. Вы что, криков не слышите? Ладно, с меня хватит. Все. Интересно, что же произошло между вами и вашим дядей? В смысле? Я говорил с ним. У него низкий, грубоватый, мужественный голос. А вы уверяете меня в том, что это он там пищит? Что вы этим хотите сказать, что это он не дядя? Забудьте, пожалуйста, о том, как же вы узнали, что он может брать такие высокие ноты. Дайте угадаю. Любимый племянник? Прошу прощения. Всегда дольше других сидели у дядюшки на коленях? Так как... Дядя, дядя, покажи мне еще раз свой фокус волшебной кнопкой. С меня хватит. Еще одно слово, и я тебе мозги вышиву. Ох да, ладно, я уже пошутил. Черт, уже... Уже ведь должны были закончить. Офицер, можно вам тоже на эту вечеринку? Да отстаньте. Слушай, у меня работа, у меня штрафы. Да когда же это все закончится? Живо? Офицер, можно нам тоже? Да отстань. Все, наконец-то, наконец-то, сука. Я просто с ног валюсь. Надо пожевать. Это что, камера? Да, такие вещи надо подробно документировать, конечно же. Надеюсь, те два отморозка, которых вы взяли, окажутся на электрическом стуле. Я был рад помочь. Фух, все верно. Все верно, Матис, ваша помощь. Просто нет, департамент этого не забудет. Очень на это надеюсь. Ладно, мне пора работать. Понял. У нас жалоба до отца гриба. Беспорядки около церкви. Понял, понял, понял. Итак. Если ничего из этого не выплывет, значит, ты самый везучий сукин сын в городе. Да какая теперь разница? Мы все отсняли. После того, как Дик проветрился, он стал настоящим зверем. Клянусь. Лучшее просто выступление. Лучше мне ничего не рассказывай. Если кто об этом прознает, мне просто хана. Все будет в порядке. Ты молочина. Ладно, катись. И ты меня здесь не видел. Ох да, брось выше. Ты помог создать легенду. Гонораром поделишься хотя бы. Прервать проверку. Что там проверять? Выписывать нужно штраф, пока никто не пришел. Выписал оберзачка. Спросите отказаться от взятки. Выписать штраф за парковку. Выписал номер значка Келли. Может, как-нибудь решим бабки? Никаких бабок. Так этот успел уехать. Офицер Келли? Да. Чем я бы помочь? Есть разговор. Я на дежурстве. Я здесь по просьбе сенатора. Ах так? Ну тогда давайте поговорим. Не здесь. Пойдемте в кафе. Там внутри поспокойнее. Ладно, пошли. У тебя есть то, что принадлежит сенатору. Ну да. Некая запись. Сенатор хотел бы ее вернуть. По-хорошему. Ты мне угрожаешь? Без комментариев. И что я получу взамен? Материал там знатный. Скажем так, все твои проблемы исчезнут. Так просто? Сенатор влиятельный человек. И он, конечно, не хочет потерять свое влияние, да? Да? Сколько трупов уже на вашем сенаторе? Именно так, и даже больше. С вас не только снимут обвинения в убийстве, но и повысят. А вы всегда так щедры. Мы хотим, чтобы вы оценили возможности взаимного сотрудничества. Сейчас и в будущем. И мне всего-то нужно просто отдать вам запись, да? Ну да. А откуда мне знать, что вы меня не обманете? Ну, вы уже могли сделать копии. Дело это пустяковое. И снимает большой груз с наших плеч. Попытайтесь нарушить условия сделки, и игра пойдет по совсем другим правилам. Да знаю, я видел вас в деле. У вас времени до завтра. Буду ждать вас. Я подумаю. Не сомневаюсь. Ну, я не знаю. Я, наверное, все-таки больше склоняюсь, что нужно... Делу давать оборот. Яблонский. Господи. Мои уши. Что эти детишки творят? Пошли отсюда. Здесь вам не парк развлечений. Ребята, ребята, хватит баловаться. А ну, что вы там со святым преподобным? Доброе утро, отец. Храни тебя Бог. Вы сообщили о нарушении. Детишки покоя, что ли, не дают? Да, от них просто сплошная головная боль. Носится, как угрелые. Ну и что? Ну, одна малявка прибегала сюда раз сто уже, наверное. А один умник даже забрался в исповедальню. И начал принимать исповеди. Ну, они же дети, ну пускай чего, играются. Прошу прощения, отец не смог удержаться. Ничего смешного тут нет, офицер. Если бы он не нес такой вздор, отпуская прихожанам и грехи. Я бы ни о чем не догадался. Могу я рассчитывать на твою помощь? У меня уже голова просто раскалывается. Можете не беспокоиться, отец, я во всем разберусь. Я во всем разберусь. Только сейчас выпишу штраф за шины. Десять штрафов. Белки, это ты про лес. И что теперь? Я тебя не боюсь. Ты ведь знаешь, что я могу забрать тебя в участок? Что ты наплел прихожанам? Ну, это все майки придумал, ну клянусь. Он сказал им вредь, как овцы. И выстукивать авиамарию на батарее. Спокойствие, только спокойствие. А когда я к блеене стало слишком громким, прибежал священник и всех нас прогнал. Правильно сделал. Это вам не игровая площадка. Тут церковь. Вы что? Связь с Богом. Даю всем три секунды, чтобы свалить. Три. Ну, две с половиной. Две на веревочке. Две на ниточке. Две. Серьезно. Я в тюрях и упеку. Я тебе без шуток. Кишка тканка. Один. Мы уйдем, если ты достанешь нам билеты. Какие? В кино и попкорн. Надеюсь, ты им подавишься, говнюк мелкий. Я достану билеты, если пообещаешь оставить преподобного в покое. Ребята, этот легавый согласился. Что за неудачник? Какие билеты, к черту? Поговори с детьми у церкви, достаньте билеты в кино. Какие билеты? Я могу наркотики достать где-нибудь. Эй, босс. В чего надо? Лады. Пойдем в ломбард. Вы нашли что-то украденное? Мне поговорить надо с глазу на глаз. О чем? У нас интересное предложение. Очень интересное. Ладно, пошли. Снова кассета интересует. Их интересует вновь кассета. Что такое? У тебя есть кое-что нужное нам. Успеха у женщин? Что? Я пошутил. Чувак, я серьезно. У тебя есть запись? Та самая. Ну? Отдай ее нам. Зачем? Сенатор должен поплатиться. И для этого вам нужна запись? Мы используем ее в качестве рычага. Замочить сенатора не так это просто. Даже нам. У него полно связей. А мне-то с... Мы позаботимся о том, чтобы твоя кореша узнали, что ты отомстил за жирного майка. И его брата. Даже пусть он и был куском дерьма. Из-за всех остальных бедняк. Из-за Энджи тоже. Сразу вырастешь в их глазах. Да и в наших тоже. Я подумаю. Это непростое решение. Было бы проще, будь это твоя семья. Келли сказал, что обо всем подумает. И даст нам ответ завтра. Идет? Ладно, я дам знать. До встречи. До встречи, черт. Всем надо. А ну-ка. Это кинотеатр, да? Срань господня. Что здесь творится? Кто все эти люди? Офицер, ты что, под камнем живешь? Сегодня премьера взвода Оливера Стоуна. Ничего себе. Ну, знаешь, кино про Гибна. Слышал настоящую жесть. Короче, билетом, наверное, не достать, да? Говорят, там одному парню прямо в горло штык вытыкают. Представляешь? Серьезно, что ли? Я, в общем, спокоен. Я-то здесь работаю. Но вон, тем парням придется туго. Очередь не движется. Они не знают, что все билеты уже распроданы. Серьезно? А я-то хотел сделать кое-кому подарок. Пусть эти сопляки посмотрят на настоящие, блядь, джунгли. Если хочешь достать билеты, то еще не все потеряно. Кинотеатр проводит конкурс. До первого показа время еще есть. Шутишь? Конечно, я хочу билет. У меня тут есть три проходки, но придется ответить на три вопроса. Может, просто деньгами возьмешь, а? Нет, три вопроса. Ладно, попробуем. Все они касаются фильмов, которые недавно шли в Адеоне. Ну, ладно, мочи. Как в фильме «Муха» ДНК Джеффа Голдблюма смешалась с генами насекомого? Операция телепортация? Операция по смене пола? Нет, была телепортация произведена. Ладно. Следующий вопрос. Что делает Том Круз в последней сцене фильма «Топ Ганн»? Блин, а я не помню. А я не помню. А что он делает там в последней сцене? Целует главную героиню, не признается в своей... Ага, ну тут понятно, что целует главную героиню, конечно. Ладно, следующий вопрос. Какую часть тела особенно берег Кристофер Ламберт? Голову. Голову. В горце. Яйца. Ха-ха-ха. Ну, наверное, тоже. Но все-таки голову. Черт. Вижу, у нас тут настоящий Сенефел. Вот три билета. Всего доброго. Спасибо, было просто. Ну, действительно. Могли бы посложнее что-нибудь придумать. Я достал билеты. Полегче. Пообещайте, что больше я вас здесь не увижу. Билеты на лабиринт. Да ведь буй. Такой классный. Обещаете? Обещаем. Моя мама не хотела, чтобы я видел этот фильм. Она говорит, они не для детей. Твоя мама давай только без слезы. Так мы получим свой билет. Или как? Вот. А теперь пошли отсюда. Спасибо. А то совсем... Ладно. Проблема решена. Отлично работа. И так быстро. Обычно его преподобие звонит нам по много раз. Итак. Мы что тут? Выписали? Выписать штраф за шины. Что у меня тут нерешенных проблем просто? Ну, надо будет решить, кому. Ну, наверное, все-таки купите... А может, я как-то что-то могу... А что я могу? Что я могу? Что я могу сам с этой кассетой сделать? Ничего. Нужно решить, кому ее отдать. Норма по штрафам выполнена. Не волнуйся, не волнуйся. Что же делать? Что же делать? Может, повыписывать штрафы кому-нибудь? Ну, заработать деньжат, в смысле? А что там, Адамский, все уже? А, ну, опять про этих мелких. А здесь что-нибудь скажет мне интересного? А я даже туда и зайти не могу. Ну, ладно. Так, выпишем штраф. За парковку. Никто не приходит. Очень обидно. Очень обидно. Штрафов уже 13. За шины выпишем. 6.35. Ну и что же мы будем делать все-таки? Могу отдать кассету мафии в обмен на бриллианты. Могу отдать кассету Яблонский, тот устроит публичное развлачение сенатора в прессе. Могу отдать кассету сенатору, все обвинения будут с меня сняты, но сенатор избежит наказания. Могу отдать кассету банде сенатор будет наказан, а я стану уважаемым патрульным. Ну, я не знаю. Все варианты, варианты, да? Их можно использовать. Ну, наверное, все-таки нужно будет разоблачить. Если он действительно это сделает, то, наверное, нужно будет разоблачить сенатора. В общем, сегодня будет беспокойная, бессонная ночь. Нужно решить, что же все-таки делать и как правильно поступить. А сейчас конец рабочего дня. Тяжелого рабочего дня. Жалоб нет. Ну, незаконный один, но жалоб нет. Я принял вызов отца. Мафия отдаст мне бриллианты в обмен на кассету. Банда, банда. Яблонский, но все это мы знаем. Ну, что ж, продолжить. В 69-й. Ну, то есть, я закончу, конечно. Привет из Ливии. Ничего себе. Что там дальше нас ждет? Ситуация напряженная нас ждет. И мы напрягаться будем уже в следующий раз. Спасибо, что смотрели. Пока-пока. До новых встреч. Пока.